Уравнение с модулем. Модуль выражения 2х-х2-3 и все это равно 1. Перепишем модуль 2х-х2-3. То есть под знаком модуля находится квадратный трехчлен. 2х-х2-3 и все это равно 1. Отсюда следует, так как модуль равен положительному числу, то может быть только два случая. Если подмодульное выражение будет равно самому этому числу, либо подмодульное выражение будет равно минус 1. Почему? Потому что модуль минус 1 равен 1 и модуль 1 тоже равен 1. То есть отсюда следует, что знак модуля можно убрать. То есть решением будут являться следующие два уравнения. 2х-х2-3 равно плюс-минус 1. Решим первое из них. То есть первый случай. Если 2х-х2-3 равно минус 1. То тогда в этом случае у нас получается переносим все в правую часть. То есть для того, чтобы коэффициент при х2 оказался с знаком плюс. Так привычнее. Тогда переносим все в право. Тогда у нас получается х2 со знаком плюс минус 2х. И минус 3 переносим в право со знаком плюс. Получается плюс 3. То есть получается 3 минус 1 в правой части. 3 минус 1 будет 2. То есть получается плюс 2. И все это равно 0. Решим это квадратное уравнение с помощью дискриминанта. Тогда дискриминант будет иметь вид. Дискриминант равен b квадрат. Можно было через d1. А именно через d деленное на 4. Это b на 2 в квадрате минус ac. Ну раз уже записал дискриминант, пускай будет дискриминант. b квадрат минус 4ac. То есть b квадрат это минус 2 в квадрате. Минус 4а равно 1. Это коэффициент при х2. И c равно 2 умножить на 2. Равно. Посчитаем. Минус 2 в квадрате это 4 и минус 8. То есть получается минус 4. Дискриминант получается отрицательным. А это значит, что корней данное квадратное уравнение не имеет. То есть так и запишем. Дискриминант меньше нуля. А значит пустое множество. Корней нет. Нет корней. Далее. Второй случай. Второй случай это когда квадратный трехчлен равен единице со знаком плюс. То есть тогда у нас получается следующее уравнение. 2х минус х квадрат минус 3 равно 1. То есть минус 1 мы уже разобрали. Теперь когда подмодульное выражение равно единице. Переносим все в правую часть. Тогда у нас получается в итоге х квадрат с плюсом минус 2х. Далее минус 3 переносим вправо со знаком плюс. Получается единица плюс 3. Это будет 4. То есть получается плюс 4. И все это равно нулю. Найдем дискриминант. Тогда дискриминант равен b квадрат. То есть минус 2 в квадрате. Минус 4ac. А равно 1. C равно 4. Посчитаем. Минус 2 в квадрате это 4. И минус 16. 4 минус 16. Получается минус 12. То есть получается что дискриминант снова отрицательный получился у нас. То есть дискриминант меньше нуля. А это значит что корней нет. То есть получается ни в первом ни во втором случае у нас данное уравнение корней не имеет. Отсюда мы делаем вывод что данное уравнение не имеет корней. То есть пишем ответ. Можно было написать нет корней. Ну или просто записать в ответ пустое множество. То есть корней нет. Задача решена.